снова здравствуйте дорогие зрители мы продолжаем играть в полярис сектор такую замечательную игру и у нас стоп у нас уже колониальные здесь есть офигеть офигеть просто слов нет а мы случайно нет нет еще не изучили 11 месяцев как это не странно нам но через пять месяцев мы ремонтный модуль изучим ремонтный модуль кстати тоже неплохая штука и вот сюда нам надо его ну пофигу короче вот сюда так ой ремонтный модуль значит здесь мы опять же танкера отделяем и вот сюда его отправляем чтобы он подзарядил там так флот достиг какой-то звезды и в общем это нас не сильно интересует мы просто складываем наши кусочки пазла тут нам тоже ничего не интересно и вот этот исследователь отправится сюда потому что я хочу из него сделать супер пупер исследователя улучшенного который будет невидимым сама дозаправляющимся и будет путешествовать по всей галактике так оружейные факты и тут есть и вся фигня что он нам теперь исследовать на самом то деле есть возможно сверхглубокие шахты исследовать что она дает количество добываемых ресурсов но если мы ее поставим 10 лет 10 лет это очень мало на самом то деле ну я думаю вы понимаете что это очень мало обогащение руды вот это вот другая штука другое дело это гораздо дороже будет а если фрегат смотрите 67 а ну 67 это давно уже было и тут 26 лет а так 10 конечно же мы будем сверхглубокие шахты фигачить это увеличит наши ресурсы ресурсы сики то нам нужны нужны нам ресурсики нужны усики ресурсики так и 42 истребителя идут на хрен вот сюда точнее если сказать что не хватает на них этих как их там где тут истребитель new 2 еще 50 штук пусть будет сотня истребители она так всем тренды даст о смотрите сразу же токсичные стали доступными для колонизации там горячие тоже ну хотя то горячие по моему не были доступны теперь доступны загрязненные самое главное загрязненные это планеты фабрики видите здесь производство 13 среднее такое производство есть правда не знаю она не особо то и нужно это производство можно конечно там на ремонтировать флоты возможно тоже обновлять их но тратить на это как бы пищу я не люблю тратить пищу не добывая там например полезных ископаемых поэтому лучше иметь вещь вот вверх или как то так это называется танкер сюда подлетает да ты давай раз давай наливай просто они скорее всего потребляют какие-то ресурсы на свое содержание да и вообще я потратил ресурсы на их нет они как раз на содержание потребляют и в общем прикол заключается в том что лучше их держать как раз возле фронта таком случае чтобы они не простаивали бесполезно вот допустим вот эти у нас вот этих ресурсов дофига поэтому мы можем себе позволить каких-то обычных милицию держать в глубине наших колонизированных систем но что-то посерьезнее держать там это уже совсем другая задача здесь смотрите не так уж и много этих новых планет горячих там вы поняли вот вулканическая например до сих пор сейсмостойкий нужен купол то есть она до сих пор для нас недоступна вот горячая доступна ух офигеть здесь плутоний наш любимый надо будет ее колонизировать также здесь горячая есть здесь холодная есть горячая холодная вот пустынная неплохая то есть там исследование есть исследование очень важны наверное я так и не знаю зачем нужны исследования зачем они важны так исследователь вот он прибыл и настало наше время конечно же настало наше время время исследователей давайте блин что ли исследователь один плевать плевать и забейте будем их модифицировать нужно ли нам больше вот это вот дерьмо возможно нужно то есть вы поняли чтобы больше держать у себя вы поняли чего в общем вы все поняли один я короче ничего не понял из того что я говорю так теперь двигателя вот двигатели здесь практически впритык но мне плевать ох как хорошо 4 движка 770 скорость у меня типа как бы может быть ты сюда помещаешься но ты я так понял выходная мощность 5500 то здесь 3000 но потребляемая мощность тоже неплохая ну в принципе эффективнее он чем один движок вот такой вот видите тут два не поместится следовательно лучше здесь тярды поставить ради скорости все ради скорости в 9 скорость прикиньте 9 скорости в погоне за скоростью парадигм сделать все что угодно и здесь мы можем себе позволить очень много очень интересных вещей сделать так раз два три 4 смотрите просто какое количество энергии это прямо я чувствую как эта энергия входит меня ой боже мой дальность 38 а ну да с этой ну вот эти вот все надо поудалять потому что они старенькие вот смотрите и скорость сразу повышается но нам это не сильно нужно нам нужны контейнеры два три четыре пять пять это по моему как раз до места для груза тысячу тысячу по моему груза нужно как раз чтобы переносить спутники с одного с орбиты одной планеты на орбиту другой это очень круто так вот это модуль разведки берем маскировочный модуль берем 17 процентов всего лишь маскировка конечно и вот это тот модуль звездной анальной чего-то там смазочки анальной и попробуем что ли чего-нибудь еще замутить здесь например вот генераторов еще поставить видите как то есть я уже знаю что мне куда ставить конечно скорость падает сильно но что поделаешь такова судьба маскировочку больше маскировочки надо диверсионные модули но нет диверсионные я не думаю что мне нужны здесь 5000 а энергетический след 35 тысяч скрывает капец интересно восстановление топлива тысячу в месяц или что то вроде того давайте посмотрим ну допустим если мы если мы что нибудь сделаем такое тут так вот например маскировка 68 процентов кстати у нас 16 но это 16 не очень большое расстояние это конечно невероятно плохо однако у нас еще здесь есть место и это круто так по маскировка сто процентов замечательно теперь его нигде никогда не обнаружат ну по идее по идее это не значит что действительно так все будет но мы сможем довольно далеко летать и и не падать это самое важное насколько я крут капец просто место много скорость неплохая маскировка сто процентов генерация топлива имеется то есть мы нигде никогда не застрянем количество топлива это не я крут это раса вот это круто вот вы видите насколько она читерна 50 тысяч все то есть без проблем просто без всякого палева супер исследователя такого замутили я не удивлюсь если мы его примерно за год сможем апгрейдить до того нового то есть вот этот вот бездарный абсолютный следователь можно будет нам апгрейдить довольно быстро до убер супер пупер исследователя так исследователь один выполнить смотрите 247 это 854 этого нужно ну просто все летаем и не падаем как говорится ой все он короче исчез теперь ждем пока он там переделается немножечко так десантник короче тут мутится но 2500 смотрите неплохая армия тут накопилось тут уже 3000 капец сколько тут этих маленьких засранцев живет он острова стабильности случайно открылись а это я что сейчас исследуем а да тут еще видите все по открывается сейчас видите так что супер глубокие шахты у них есть какой то смысл я понял что он завершил дозаправку мне это не сильно то и нужно было круто что не надо объединять флоты а можно просто дозаправиться от этого места ммм конечно же ты туда летишь я сюда поэтому этого дозаправщика и отправил круто иметь эти дозаправщики то есть пятью десятью тысячами топлива без них никак просто без танкеров забавно что их вначале как бы нам не дают и ты должен сам догадаться создать себе эти танкеры танкер танкер говно танкер ну из о смотрите что ли накопилось сейчас будет строиться смотрите там тысячу тысячу восемьдесят один а у нас кстати увеличилось количество плутония добываемого это прикольно сейчас еще теория поля в общем все начинаем сразу же открывать вот видите а мне кто-то там писал в этом группе или где-то да я тут есть группа вконтакте по данной игре можете туда зайти хотя я не рекламирую меня короче ну мое 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 рекламу в этой группе своих видео не удаляли поэтому я вот говорю вам просто водите по лари сектор она так и называется и то есть можете туда зайти посмотреть там общаются на тех кто играет в эту игру то есть такая вот получается взаимонезапрещение рекламы и всем хорошо люди из группы смотрят мои видео люди которые смотрят мои видео ищут эту группу и находят ну в общем то мне говорили что типа ты сначала открой все эти быстро исследования а потом уже решаю что тебе изучать ну на самом то деле не обязательно нифига не обязательно пока ты откроешь те все исследования то что у тебя ничего уже не останется значит здесь у нас еда ну пусть будет аграрно просто да у нас сейчас много жратвы но потом ее будет меньше потому что мы сейчас как начнем все тут заселять все и везде заселять это будет ад и израиль просто не знаю почему от израилем сравнивают вроде бы и в израиле получше например чем в той же украине живут какие-то предрассудки по отношению к евреям капец тысячу требуется этого ресурса а здесь студия на 106 ну сейчас будет надеюсь апгрейдимся так мусида здесь скоро через 4 месяца до строится блин ни на что не хватает ресурсов ничего скоро сверх глубокие шахты у нас количество ресурсов увеличится вот видите я прямо вовремя изучаю все эти технологии о исследователь видите наш готовый вот кстати мы можем взять по идее и вот сюда погрузить его видите и можем просто его куда нибудь угнать эту вы поняли что давайте сюда прилетим а нет стоп разобрать стоп их разобрать надо действительно походу разобрать надо а вот точно смотрите 8 больших контейнеров это как так так ой не 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 а нет смотрите не хватает размер 200 то есть я пять из восьми только могу а ужас капец это странно видите она собирается теперь ну тогда тогда нам нужен будет отдельный короче корабль который будет разбирать и собирать все эти станции но так или иначе мы куда нибудь сюда полетим и будем разведывать нам это просто эпически необходимо так тут значит вот этот чувак он летит сюда видите ангары уже заполняются потихонечку о смотрите как у нас много ресурсов стало 26 сразу этого плутония ой стоп стоп я забыл выбрать новую технологию изучаю хрен знает что быстрые вычисления по моему тоже полезная технология или же можно вот это вот сколько она будет изучаться 4 года сейсмостойкий атмосферный купол блин довольно быстро изучается фассажная камера это для истребителей илонный реактор фрегат сколько меньше изучается или больше 23 все еще года блин фрегат дорого стоит очень дорого инфракрасные лазеры кстати одна из моих любимых технологий пожалуй нужно ее будет изучить срочно просто а вот гидропонные фермы говно мне они не нравятся вы мне просто не нравитесь бронебойные торпеды просто так случайно открыл прикиньте через три года исследуется сейсмостойкий атмосферный купол мама моя да конечно с оружием я отстаю немножечко так и этот корабль он как-то медленновато теперь летает в этом конечно есть проблема но зато он может далеко летать это его великое преимущество 34 истребителя блин еще 20 истребителей остаются ну ладно пусть здесь на орбите короче фигачатся вот возле этой базы пущай будут так и здесь попробуем что ли с пиратами напасть на них по идее надо попробовать сколько здесь корвета флот незаконно можно атаковать это круто так и кстати а с дипломатии с пиратами мы можем подипломатить с этими кстати нет контакта у нас теперь с органами и они не а отношения враждебные у этих уже 36 колонизированных планет у этих 15 всего лишь у этих вообще 10 но они еще смотряются что-то себе колонизировать это странно так ангары у них 300 так раз два три четыре пять пять кораблей у нас как бы тоже раз два три четыре пять но у них есть какие-то преимущества поэтому нам нужно еще один авианосец марк 2 тут в одной этой в одном авианосце сколько хранится истребителей 40 и собственно еще 20 истребителей нужно нам замутить так истребитель new 2 20 штучек пущай будет пущай будет отлично купол исследован средний оружейный форт я до сих пор не исследовал прикиньте вот это конечно красавец вы о таком человеке еще слышали хоть раз а вот это сколько у нас будет изучаться 24 года инфракрасный лазер да вы издеваетесь зато 3 пучковая ионная пушка скорая следуется но это нам не нужно нам нужно фрегатик 21 год это не так много за то чтобы иметь возможность более крутые корабли гораздо более крутые корабли исследовать так нет 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 сохранить просто на какую нибудь шестерочку например и 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 а чё это ты сюда не присоединяешься присоединяйся давай так ладно истребители сюда засунем ой все время забываю тут тут колониальные что-то не строится потому что не хватает ресурсов не люблю когда колониальные строятся о наконец-то среднеоружейный форт изучился ну еще и иридиумную броню исследуем там и быстрые вычисления в общем тут уже серьезные технологии без изучения каких-то вот дополнительных отраслей их не изучишь то есть придется нам их по-любому изучить так м так во ой бамс 320 тут еще строится истребители флот построен замечательно все тут полностью отстроилась и теперь можно на флот незаконно нападать это последнее что будет в этой серии так и тут как бы да прикольно так давайте просто на пятерочку атаковать ну улетишь или что будет да я могу расставить корабли это преимущество несомненно вот бы мне еще больше фигней всякой не страдать с этим флотом так значит вот вы сюда три корвета марк 2 с базовым оружием построением молота они улетят сто процентов танкер пусть здесь будет и собственно автобоем можно замутить что нибудь давайте что ли попробуем автобоем уничтожен уничтожен истребители уничтожены кто-то отступил три корвета отступили ну как вы видите автобой хорошо сработал норм так как вы видите наш флот очень неплохо тут поучаствовал в сражении и зачем я только все это тут настраивал кстати смотрите тут офигенная планета находится ее нужно следующий колонизировать сто процентов видите тут и это есть и гравитонии есть все полезные материалы есть тут на данной планете о колонизатор как раз вовремя если заторчит лети сюда так ой ты короче тоже сюда лети тактиль тут короче боевой спутник капец тут боевые спутники находятся а ну то есть если здесь боевые спутники спутники в принципе и есть то не так страшно на самом-то деле давайте атаканем этот флот автобоем или давайте вручную в этот раз хотя они попытаются свалить сто процентов даю сто процентов что они попытаются свалить я не тут вообще находятся вот сюда вот этих вот давайте вот вы выпустите истребители а тут что а у нас кстати смотрите есть торпедные истребители офигеть и мы при этом еще и пиратские какие-то истребители захватили это очень интересно корветы марк 2 авианосцы сюда авианосцы сюда танкер сюда так надо побыстрее потому что если мы не успеем его замочить то будет очень очень плохо пока он не улетел они улетят я же знаю их они попытаются это сделать все они успели зараза улетают сволочь да 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 ну естественно и куда же он улетает как бы мне с пиратами в общем то перестать мириться но как нам с пиратами опять поссориться и перестать им выплачивать бабосики я думаю мы узнаем в следующей серии а сейчас я с вами со всеми прощаюсь не забудьте поставить лайк подписаться на канал всем пока пока до следующих серий